Война с лариками под двойным стандартом. Пока на одном конце города ликвидируют целые рынки, на другом некоторые предприниматели продолжают успешно торговать. Репортаж Татьяны Кудасовой. Этот рынок на улице Зеркальне в Ленинском районе существует уже не один год. Его площадь более 500 квадратных метров. В торговых палатках здесь можно купить и продукты, и бытовую химию, и одежду. Но облик города рынок совсем не украшает. А так как расположен он прямо на пешеходной зоне, зачастую людям приходится ходить по проезжей части. Находится рядом с торговыми, точками и училища. Да и сами ларьки противоречат решению городской администрации о существовании подобных павильонов. Проверить законность этого объекта решила прокуратура Ленинского района. В итоге оказалось, что индивидуальный предприниматель Саркис Казян самовольно занял земельный участок. В ходе проведенной проверки установлено, что данный земельный участок ранее принадлежал на основании договора аренды, заключенного между ООК ОСАХ и администрацией города Саратова договора аренды. Однако данный договор аренды не является ничтожным по причине того, что был заключен с организацией, которая на момент заключения была уже ликвидирована. На контакт индивидуальный предприниматель ни с кем не идет, поэтому прокуратура обратилась в суд с требованием о демонтаже данных торговых павильонов. Им они были удовлетворены. В законную силу решение суда вступит через несколько дней. Но продавцы и предприниматели на рынке, по их словам, об этом даже не догадываются. Незаконно? Ну, это, наверное, не ко мне вопрос. Нарушение со стороны предпринимателя Казяна прокуратура выявляет уже не первый раз. Осенью прошлого года были демонтированы его торговые павильоны на третьей дачной. Как и сейчас, документы на землю он не оформлял. В администрации уверяют, что после вступления в силу решения суда, рынок здесь незамедлительно будет ликвидирован. Но как скоро это произойдет, не ясно. Администрация сама по закону убрать торговые точки не может. В соответствии с решением суда, когда наступает в законную силу, данные решения передаются на производство судебным приставам, которые исполняют в соответствии с законом данные решения суда. Администрация оказывает только техническое содействие. Пока торговые точки и ларьки в Ленинском районе перемещаются и появляются в разных местах, крытый рынок «Спартак», который находится на территории стадиона. Уже 12 лет городские власти хотят ликвидировать и продлевать аренду с предпринимателями, не собираются. Больше ста торговцев просто потеряют работу. Работала 40 лет учителем русского языка и литературы. Пенсия не очень большая, вот теперь подрабатываю здесь на рынке. Для меня это будет, можно сказать, катастрофой, если закроют рынки, а потом не знаю, куда идти. В городской администрации объясняют, закрыть рынок они решили после того, как узнали, что не все предприниматели подали документы на продление срока аренды. Но что будет с людьми, с самим стадионом «Спартак» и какие сооружения там хотят построить, городская власть ответить пока не может. Сейчас вы планируете там что-то, вот здесь информация, что-то построить. Администрация решила вернуться. Какой следует это? Значит, такими сведениями я не обладаю. Это вопрос только юридических тонкостей, что как бы вот сейчас в камеру, но это будет не совсем целесообразно об этом говорить. Татьяна Кудасова, Александр Шевченко, Кирилл Логинов, Вести, Саратов. Продолжение следует...